Я коренной житель, это моя Хакасия. Митингующих было немного, порядка 200 человек. Со сцены выступали общественники, депутаты, экологи и сельчане. Выступления были эмоциональные. Причем митингующие не сводили свои выступления к тому, чтобы закрыться всем разрезы. Сегодня на них трудится более 4,5 тысяч жителей Хакасии. Требование собравшихся сводилось к главному. Экология ухудшается и с этим надо что-то делать. Наши деревни постоянно в пыли. Коровы приходят с черными. Мы не можем потом развивать не туризм, у нас развиваются онкозаболевания. И о ком туризме вообще можно потом вести речь. Люди, пришедшие на митинг, подписывали резолюцию по обозначенным вопросам. Между тем, эксперты отмечают, винная доля бюджета республики состоит из налоговых поступлений от деятельности крупных разрезов. С начала года угольщики перечислили в казну около полутора миллиардов рублей. Для бюджета республики это не последние деньги. В то же время минимизировать экологическую нагрузку – задача номер один. 4,5 тысячи человек. Давайте мы закроем, уберем их на улицу, куда они пойдут. В центр по занятости, опять же, на плечи государству. Поэтому баланс интересов, он должен быть соблюден однозначно. И для этого у нас создана специальная комиссия, которая очень внимательно смотрит за состоянием экологической безопасности. Мы сегодня подключаем наших общественников. Сегодня власти республики уже принимают ряд мер, чтобы снизить негативные последствия деятельности угольщиков. Уже сейчас в Абакане ликвидируются угольные терминалы в черте города. В 2020 году будет создана стационарная лаборатория. Принят закон об атмосферном воздухе, который запрещает взрывные работы в штиль. Проблемой занимаются как исполнительная, так и законодательная ветви власти. Кстати, говоря о сильном уровне загрязнения воздуха, специалисты подчеркивают, такая картина в Хакасии наблюдается только зимой. Летом ситуация меняется кардинально. Это значит, что значительный вклад в загрязнение в регионе вносит печное отопление. Одним из выходов решения этой проблемы – это массовое подведение к центральному отоплению жителей нашего города. Да, это сложно, да, это долго, но это возможно. И сегодня, находясь в такой сложной экологической ситуации для Абакана, это существенный шаг к решению проблемы. Андрей Пахабов, Руслан Шоргинов, РТС.